Немного представились, меня зовут Минаев Сергей. Я немножко занимаю такую интересную должность в компании, то есть я направляю администрирование, чем я занимаюсь. У меня, в принципе, поддержка сред, да, то есть это разворачивание, это их эксплуатация в какой-то степени, поддержка. То есть я занимаюсь конкретно средами, именно все, что связано с работой кода, да, но я занимаюсь инфраструктурой. То есть поэтому я, в общем-то, как раз наиболее самый близкий человек, который участвует, присутствует в этой трансформации, да, то есть кому это наиболее все ближе, поэтому можно сказать, что это рассказ из первых уст. Немножечко, ну, наверное, о нас. Мы действительно пишем большинство систем сами, то есть у нас очень-очень много систем, очень много команд, очень, ну, соответственно, много разработки. Вот, но в то же время мы иногда используем и коммерческий софт. Значит, собственно говоря, то есть мы там не находимся, конечно же, в круговую на каменном веке. У нас достаточно все, я считаю, сделано, скажем так, ну, не модно молодежно, да, но научно, то есть у нас есть логинтизация, мы понимаем, что такое Ansible, мы его используем в таких моментах, правда, в башке был. У нас есть CACD, ну, пускай там на банды и битбакете, ну, как бы он есть, то есть мы там руками не выкатываемся, вот, в основе. Ну, иногда бывает момент, конечно, когда приходится что-то пынуть руками, где-то помочь. У нас есть оркестрация на Мессисе, к сожалению или к счастью, вот, она сейчас потихонечку отходит, то есть мы идем в сторону кувера и даже детокса. Вот, есть заявки, реально есть заявки, 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 их много, то есть, при том на разных уровнях, как и взаимодействие в Майотом с другими, соответственно, отделами и командами, так, ну, вообще везде, да, то есть, все-таки Enterprise, то есть, без заявок, к сожалению, никуда. Значит, было у нас раньше реально взаимодействие перекидываем через забор, то есть, что в моем понимании это? Стандартно, наверное, все, я работу свою сделал, то есть, я вот это сделал, я закончил, а дальше-то что, да, то есть, как бы, не точка поставлена, такая запятая, то есть, кусочек сделан, а работа-то не работает, то есть, все, в общем-то, задача встряла. Вот, к счастью, проходим этот этап, не сказал бы, что мы проходим легко, что это вот так вот по щелчку все получается, да, это очень тяжело, да, ловим много проблем, вот, но очень стараемся, то есть, есть, в принципе, продвижение. Вот, значит, а, собственно, чего мы на самом деле не хотим и от чего там уходим, к чему, соответственно, не стремимся. Ну, стандартно, извеченную проблему, у меня локально все работает. Это действительно, наверное, вещь, которую очень тяжело побороть, без нее, наверное, никто не обходится, то есть, локально-то все запускается, да, но, как известно, локально все не заканчивается, то есть, нужно это перенести хотя бы уже в контур-девил, уже не говоря про то, что дальше прот, вот, и тут, наверное, одними инструментами не решается, то есть, это очень большая работа социальная, да, то есть, нужно, чтобы и люди, и команды, и вообще-то вся, все взаимосвязи, все понимали, что то, что локально запустилось, а потом где-то не запустилось, да, на другом контуре, это означает, что что-то мы делаем не так, то есть, нельзя просто становиться в ступор и говорить, что, блин, ребята, посмотрите, у себя, у меня вокально работает, то есть, тут нужно изучать, совместно смотреть, то есть, что же не так, да, что мы забыли, и, соответственно, это работа двойная, то есть, скажем так, и администраторов, и разработки, да, то есть, если кто-то один будет делать, это не взлетит, то есть, только совместно. Вот, есть у нас небольшая неразбериха в окружениях, вот, ну, это, наверное, можно сказать, в какой-то степени наследие, в какой-то степени именно попытка что-то быстро запустить. Мы стараемся от этого уходить, тут, опять же, нельзя все это побороть, вот, именно технологически, технически и процессно, это, ну, можно как-то ограничить, да, то есть, все равно это нужно взращивать, выращивать понимание, что быстро сделано на костылях, оно, конечно, может быть и нужно, может быть и полезно и хорошо сейчас, но в будущем-то нужно забыть этот рефактор, да, то есть, именно подход такой рефакторизации, действительно, то, что потом это всплывет и выстрелит многоу основательно. Здесь у нас очень печальная вещь по выжиганию времени на обнаружение багов, да, то есть, быстро что-то спуленное впрод, да, то есть, как, не обязательно это именно ко, да, это может быть какая-то конфигурация, но потом это у нас заявит о себе, при том, очень нехорошей стороны, вот, то есть, и что делать, будет непонятно, да, но это реальность, ничего мы с этим, ну, как бы, в какой-то себе мы от этого уйти не можем, да, то есть, оно может появляться, но надо избегать стараться этого, либо минимизировать, то есть, уменьшать, ну, как бы оно появляется. Ну, и, соответственно, самое печальное, что любят, наверное, все, да, это никто, кроме вас, вы уже почините, то есть, очень часто есть какая-то, ну, там, либо среда, либо ошибка, то есть, что-то такое происходящее, и никто не может понять, что вообще происходит, как разобраться, ну, соответственно, что делать, то есть, либо как-то это куда-то запихивать долгий черный ящик и забывать, либо, соответственно, ну, переводят в обычную, в мою команду, ну, как бы, что есть, то есть, благо, я счастлив тому, что у меня все инженеры высокого уровня, вы очень много знают, очень большой багаж знаний, то есть, в принципе, мы все можем решить, но, как бы, этого не хотелось, то есть, да, проблема должна решаться как можно раньше, как можно на раншем этапе, вот, собственно, если она не решается, то есть, на раншем этапе это все приводит к тому, что это нужно заводить заявочки, да, то есть, вот стандартную заявочку заведите, то есть, нет заявки, нет работы, на этом все, много чего рушится, да, то есть, заявочная история, штука такая, ну, очень тяжелая, от нее уйти тяжело, так и, в принципе, ну, наверное, она никогда, к сожалению, не исчезнет, вот, как бы мы ни старались, если что-то все равно будет. Значит, в принципе, ну, то есть, это, соответственно, от всех этих проблем, как, в общем-то, видится, уходить, да, то есть, понятно же, все говорят про девопс, то есть, девопс-то что, ну, как обычно преподносится, быстро, надежно, качественно, это все довольно все счастливы, то есть, что под этим предполагается, ну, если посмотреть со стороны, а не только, как бы, с нас, да, то есть, как обычно это видится на рынке, ну, вот, девопсы, да, то есть, ну, они же команда, они все быстро сделают, все быстро решат, все, все будет у нас отлично, минимум усилий, минимум времени, все само рассосется, вот, что на самом деле получается, ну, обычно получается, что приходят, говорят, что вы будете работаю нас девокс при том что такое девокс как такое девокс ну либо не объясняет либо никто толком не может сказать и показать как это нужно делать получается никто такая химера и гибрид да то есть который в лучшем случае не теряет своей призывности качества чаще всего в лучшем случае данных при неправильном использовании правильном подходе а получается что мы теряем и в качестве скорости и во всем да то есть люди просто не понимают что они должны делать и должны ли что то делать то есть как вообще что должно происходить и соответственно все становится совсем совсем печально не то есть ничего не двигается а то и саботируется соответственно то есть мы в компании это ребята достаточно умные как мы видим для нас девопс ну даже не говорю что такое что девокс именно команда работа мы больше это подразумеваем соответственно как мы вообще к этому идем то есть понятно первое дело мы говорим с командой то есть просто так вот прикиска что все будет работать по девоксу будут вопроса что это а как это а что а как куда девокс а почему соответственно как я уже говорил в лучшем случае ничего не изменится здесь тут нужно именно достучаться договориться объяснить преподнести еще раз поговорить что изменится а что не изменится то есть на подключить инженера мы понимаем что это больше действительно там ну как бы для нас методологии даже философия да что притом инженер он не просто подключается и приходит решать постоянно все задачи да то есть тогда инженер просто выиграть да и ничего не изменится то есть тут именно больше про то что должна быть совместная работа о притом весьма интересные моменты возникают у нас такие странные а был в практике момент мы перевозили команду то есть продукт из мезоса в кубик то есть собственно говоря там взял свой инженера попросил поработать с командой совместно и помочь а изучить и работал 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 вот все отлично все взлетело потом игру суши а давай-ка это а ты подключишься команды команде будешь ними работать чем инженером там девокс вот это вот все модно молодежь град суши а что такое как-то чё для меня изменится то есть соответственно человек вообще задал правильный вопрос и что происходит что будет происходить я там с ним поговорил пообщался оказалось что он уже работал как команда до сюда тут переезд был командная работа человек удивился обратно фигура тушки а это действительно интересно то клёво да то есть как бы интересно произошел момент мотивация всех и инженеры и команда то есть может сказать открылись глаза что это вот она есть вот то есть она так и должно работать но в нашем виде и как бы все это выиграл соответственно это такой маленький этапчик дальше понятно нужно понимать что вообще приходит то есть будем метрики но на этом стандартных это время выкаток и их количество вот но тут обычно обращать внимание все что чем больше тем лучше я бы не сказала да то есть тут уже не забывать про качество то есть выкатить что-то потом откатиться или выкатить и выкатить fix это но немножечко разные вещи да то есть тут наверно больше про то что выкатка должна быть наиболее стабильная качество но это далеко не всегда выдается но это в принципе нормально то есть не все дается первый раз и не все может дать спокойно соответственно что мы как бы хотим опять же продолжая это надежно безопасно воспроизводимых то есть мы всегда можем повторить то что мы делали мы понимаем как она повторяется и если что-то пошло не так безопасно для нас пошло не так мы можем откатиться при этом достаточно спокойно то есть без вот этих на этом там слонов вода трех китов ничего другого ну как мало что может получиться то есть тут именно нужно для менять подход мировоззрения о собственно изменения она не может быть без там быть быстрой связи то есть без общих каналов и без обмен опытом то есть нельзя просто так опять же сказать что ты ваня приходи там в команду до помогаем с какими-то технологиями это так работать не будет то есть то есть инженер не просто должен там приходить условно мыть полы там как же менять да а он помогает и обучает команду команда должна понимать хотя бы какой-то базис то есть что человек делает почему это дело то есть и обладать начинать получить какую-то свою автономность но это обоюдно то есть грубо говоря да то есть если уж админ учит разработку помогает им работа системы с инфраструктурным кодом то соответственно он и обратно должен понимать что растет в команде опять же не только технические какие-то вещи то есть как собирается код как он там запускается так далее это и процесс надо чтобы что-то понять это нужно изучить и при том изучить двух сторон то есть совместное что-то вот так вот для нас мы это видим но на самом деле все это не панацея что же там все может пойти не так в любом случае как бы мы ни говорили есть разница в командах в людях да то есть опять же извечно может появиться там у нас все локально работает или у нас тут своя платформа а мы тут что-то сделали вас не уведомили то есть очень тоже для нас часто к сожалению проблемы когда команда может принести изменения потом прибежать к нам искать ребята посмотрите пожалуйста помогите а мы к сожалению то ну как бы не были в курсе то есть мы и хотим хоть и хотим и команда говорим то есть совместно предупреждаем даже какой-то себе крым что когда приходит что-то срочное важно то есть там запускали то есть нужна координация запуска когда там происходит смена парадигма там архитектура ты всегда должен быть подключены инженер и инженер должен быть в курсе происходящего настолько совместно только команда мы можем что-то сделать помочь куда-то подвинуть то есть один в поле него и тут именно командная работа а то есть и для того чтобы избежать соответственно всех проблем ну что нам ну как бы нужно продвигаться вот именно совместность то есть собственно в чем дело то что происходит девопс да то есть именно ну в таком понимании его нельзя просто как говорил прикиска что все вы девопс вы в этом работать вы варите это действительно нужно понять принять то есть осмыслить то есть просто так это не взлетит по также то есть но опять же если это взлетело на что все командная работа то есть без единых технологического стека никуда то есть в чем может быть дело то есть каждая команда решит что он использует какие-то свои инструменты пусть мы это уже получали вот но соответственно они где-то в команде и за пределы команды не выходят и них никто не знает и если там и догадывается к счастью да то бывает такой момент что помочь мы командам не сможем то есть тут как бы нужно понимание базис этого фундамента но фундамент но должно быть возможно перестраивать пересматривать то есть инструмент может устареть или там можно устраивать кого-то ну там или большинство точнее да а его изменить нельзя то есть когда мы выбираем инструменты какие-то подходы технологий это должно решать проблем большинства есть проблемы всех решить нельзя проблему большинства облегчить это можно сделать это можно стремиться поэтому единые инструменты то есть достаточно широкий там единый стандартно на важные точки они должны быть Вот. Еще очень важный момент. Все обычно говорят про самоорганизацию, что это достаточно там панацея, что это помогает. То есть вот мы привели инженера, организовали продуктовую команду, они там самоорганизовались, и все пошло отлично. Ну, да, но нет. То есть самоорганизация – штука обоюдоострая. То есть забастовка – это тоже самоорганизация. Если там инженеры встали и ушли, просто вышли, да, там, это тоже самоорганизация. То есть тут нужно совместно прорабатывать, вводить, проговаривать про его игры. То есть делать так, чтобы люди понимали, что, для чего и как это происходит. Вот. И, соответственно, какие-то границы тоже были. Притом это как кросс-команда, так и внутри команды. То есть команда может закрыться от инженеров внешних. То есть мы это такое тоже получили в какой-то степени. И просто прийти к тому, то есть, ну, самоорганизация, что они сами все решают. Что в итоге получается? Ну, в итоге ничего не двигается. То есть тут какое решение? Разговор, разговор, разговор. То есть постоянно общаться, постоянно получать обратную связь, находить там какие-то больные точки, точки соприкосновения и стараться двигаться дальше. Нет универсального рецепта. То есть бывают команды, может сказать, что-то слева, что-то справа. То есть от команд, условно, справа, с которыми все отлично, которые помогают, ну, как бы понимают, что им помогают, приходят к инженеру, до команд слева, которые противятся этому, ну, как бы молча, да, то есть они не понимают, зачем, что нужно, думают, что могут все решить сами. Ну, если могут, это хорошо. Если не могут, получаем проблемы. Еще, кстати, про инструменты уже в какой-то степени, да, про технологии автоматизации. Это штука-то хорошая, да, но нужно быть аккуратным, не получить башен, башенбал, и что-то может тоже пойти не так. То есть бездумно что-то применять, что-то навязывать – это очень-очень плохо. Также, когда мы говорим про гибкость, нужно не забывать, что гибкость нужна во всем. То есть нельзя сделать гибкость DevOps в чем-то конкретном. То есть если у нас разработка, ну, с той же условно инженером, с эксплуатациями, старается работать гибко, то гибко должна работать в галактире. То есть ситуация, когда мы приходим, ждем условный сервер по полгода, пока все там придут моменты согласования, это вообще неправильно, да, то есть где же гибкость, а гибкости нет. Что тогда происходит? Ну, собственно, люди пытаются как-то уходить, искать другие пути, да, то есть в нашем случае у нас бывают моменты, что где-то мы перезарховываем ресурсы, по статистике, да, потом мы понимаем, что мы будем использовать, где-то мы облегчаем выделение ресурсов, да, то есть уменьшаем флоу согласования. Сейчас, в принципе, рассматриваем вариант, достаточно уже сильно присматриваемся к тому, что нужно иногда использовать блока, то есть не только в режиме черной пятницы, но и когда нужно что-то быстро протестировать, просмотреть, да, то есть вот этот MPP, мы быстро что-то сделали, оно может умереть, а может не умереть. То есть и как бы ждать выделения ресурсов для проверки, но мы просто потеряем время. О, и, наверное, еще такой важный моментик, собственно, когда мы примерно все прошли, что еще это может мешать? Ну, знания, да, при том знания, они могут потеряться, то есть тут нужно их распространять. И бывают моменты, что в командах, при том в разном размере, разных масштабах, бывают такие сотрудники-драконы, которые считают, что вот оно построено, оно так, и никто больше не прав, кроме них, да. Вот это самое тяжелое, а тут мы стараемся договариваться, именно объяснять, то есть, повторюсь, нет какого-то универсального решения, нет чит-кодов, в каждом случае все индивидуально, то есть мы стараемся эти знания, которые единые, да, распространять и доносить до таких сотрудников или групп сотрудников, что мир меняется, да, то есть всегда нужно все пересматривать, про это нужно, ну, как бы не забывать. То есть, собственно говоря, мы стремимся к культуре производства, да, то есть для нас в чем оно заключается? Разработчики и садмины все согласовывают, да, то есть, так уже говорил, без согласования мы далеко не уедем. То есть, чтобы не было разрозненности, чтобы был синхрон, это все должно быть, ну, в общем-то, совместно обсуждается. Самая важная вещь, наверное, про которую могут забывать, могут не выделять внимания, что все сотрудники ценные, вот, но, как бы, сотрудник это не что-то, что можно поставить на двух учет, да, то есть это, человек, это целая система, то есть, а сотрудники, много сотрудников, это уже система, то есть, и тут самое важное то, как люди взаимодействуют, да, то есть, соответственно, вот это самое ценное, то есть, потому что убрав одного человека, там, с командой заменив, да, то есть, или что-то такое, ценность может потеряться, то есть система работает по-другому, и, соответственно, что-то, ну, может идти не так. То есть тут, когда получаем инженеры, опять же, когда, там, рассматриваем команды, еще неважный момент социальности, то есть инженер может быть отличный, команда может быть отличная, но они, может быть, в момент они не смогут с ним в контакт. Что делать? Соответственно, смотреть, что происходит, может быть, действительно придется, ну, менять команду для инженера или инженера для команды, то есть это вполне частая вещь у нас, то есть тут, опять же, нет каких-то общих правил игры, то есть все очень ситуативно. Соответственно, наверное, тоже социально важная вещь, это понятные правила игры, то есть это должно быть прозрачно, то есть люди должны понимать, что, почему происходит, то есть если, ну, не полностью понимать причин в следственном связи, хотя бы смочь понять, что, почему и как происходит, да, то есть что нужно сделать, чтобы что-то получить, ну, чтобы что, то есть когда мы что-то делаем, что мы делаем и для чего, то есть без этих вещей, то есть прозрачность нет, Соответственно, все делают то, как они это видят, то, как это получается. И реальности расходятся с ожиданием. Притом очень может основательно расходиться как с двух сторон, как снизу сверху, так и сверху вниз. Но не забываем про инструменты. То есть инструменты, понятно, не панацея, то есть они должны подбираться, рассматриваться, но они должны быть, опять же, удобными, понятными, и урок нахождение должен быть такой, чтобы люди не страдали, не тратили слишком много времени. И они, да, должны помогать, опять же, решать их проблемы и создавать новые. Но если говорить про многие инструменты, значит, нужно не забывать, что ко всему достаточно нужно приходить взвешенно и грамотно. То есть и акт, то есть инфраструктура как вот. Тут главное получить башсибл. То есть у нас есть ансибл, но есть немножечко или даже множечко в нем баша. Да, то есть башсибл – это больше проблем, чем решения. А проблем, то есть решениями на задачи, тут нужно думать, нужно очень аккуратно все смотреть. Так что, как и кубер, мы в компании понимаем, что кубер – это не решение всех проблем, не во всем, не всегда. То есть нельзя просто так сказать, мы поставили кубернет, запустили, мы молодцы, все, поехали. Да, а дальше-то что? То есть кубернет – это для нас не просто там платформа, да, кубернет запустили, поехали, это в какой-то степени экосистема, это деплой, это стремление к детопсу и так далее. То есть это много работы. То есть мы понимаем, зачем она нам нужна. То есть не просто для того, чтобы модно, молодежно, не просто мы с Медоса уходим. То есть мы хотим такой платформы, которая более гибкая для нас будет, и заодно мы получаем весьма интересную вещь. То есть при переходе мы перебираем то, что у нас было. То есть такой легоси мы, собственно, переводим. Мы, соответственно, сужаем круг, скажем так, возможных проблем, да. То есть если вместо чего у нас несколько, может быть, плантеров, то в кубере это все-таки ингресс. То есть, соответственно, говорят громкие вознаки, нужно забывать про то, что внизу, то есть про инфраструктуру, про людей, про работу. То есть все, оно основывается о чем-то. То есть это просто вертница в абстракции, которая стоит на каком-то фундаменте. Вот. Собственно говоря, немножечко забегаю чуть дальше уже. Сделав, то есть, скажем, технические какие-то вещи, поговорив с командами, то есть решив там технические социальные вопросы, главное не забыть про мониторинг. Вещь, наверное, про которую, ну, которую обычно откладывают на потом. Значит, что нам важно? Нам важно, опять же, забирать логи, да. То есть при том логи не так, что гриппом, а централизованы, чтобы можно было их схватить. То есть нам нужно понимать, что сейчас происходит, кто это менял. Опять же, а если нет мониторинга, у нас нет безопасных каких-то выкаток, да. То есть если что-то пошло не так, мы выкатились, мониторинг нам об этом быстро сообщит. То есть это, при том, включая и все какие-то тесты, да, то есть смолок, и, ну, и вообще все в купе, да. То есть нужно иметь метрики, понимать, что происходит. То есть проблема может не привезти сейчас, может привезти чуть позже, да, в каком-то там этапе наполнения. Поэтому мониторинг – штука очень-очень важная для нас. Мы ее очень сильно развиваем. У нас занимается немножечко другой отдел, за что им огромное спасибо. Вот. Но все равно бывают у нас некоторые вопросы. Мы адаптируемся, мы стремимся. То есть, в общем-то, не все взлетает так просто легко, как хотелось бы. Вот. Ну, небольшие выводы по всему, что хотелось как бы подвести. Соответственно, в первую очередь это люди, да, то есть не забываем, что без людей, без их совместной работы, какие бы ни были процессы, какие бы ни были инструменты, какие бы ни были лозунги, идеи, это никуда ничего не сдвинется. То есть только совместно мы можем что-то решать. Значит, соответственно, когда мы совместно решаем, не забываем, что автоматизация, она, конечно, спасает, она сбавляет от рутины, она помогает, но нужно подходить к ней очень здраво, очень аккуратно. В какие-то моменты она может действительно перенести проблем, притом проблем гораздо больше, которые придется разгребать руками. Соответственно, то есть девопс – это, да, это не просто автоматизация, не просто инструмент, не просто лозунг какой-то, который можно принять на виру, это работа, это большая работа. Нужно смотреть на методологии, на подходы, то есть выбирать то, что свое, то, что взлетит именно вверх, а не вниз. То есть нужно выбирать то, что подходит. То есть нельзя просто так сказать, что раз это пошло-поехало, поэтому мы пошли в девопс, это взлетело, и так не получится. То есть это чаще всего, возможно, дорого. Это принесет, может принести проблемы, но при правильном подходе, то есть при рассмотре, то, как мы делаем аккуратности, постепенности, это дает свои плюсы, да. То есть мы действительно замечаем, что некоторые команды, которые не все, а именно с которыми процесс трансформации проходит, мы понимаем, что это им помогает, и при том не только им, и всем, то есть бизнесу в частности, но если подходить неправильно, можно ломать дров, то есть и где-то порой делок сам по себе, он даже в какой-то степени, ну, может быть, и не нужно, если команда маленькая, она не готова, да, то есть, соответственно, мы сделаем только кожу, то есть самое второе, правильно, это грамотный подход, а смотреть каждую ситуацию в частности, сравнивать с другими и уже думать, куда двигаться. Вот, на этом, в принципе, уже все, спасибо всем большое. Сергей, спасибо за откровенный рассказ, достаточно плотно накидали вопросов тебе, сейчас буду их транслировать. Значит, ну, начнем с технического вопроса, каким инструментом пользуетесь для деплоя в кубернетуш? Сейчас у нас хельм, вот, со всеми его плюсами и минусами, в принципе, ну, наверное, наиболее такой, в кавычках, стандартный, наиболее распространенный, вот, но, так скажем, мы ответы к другим инструментам, возможно, когда-то придем к тому, что будем писать свои, но пока что хельм нас устраивает. Окей, спасибо. Следующий организационный вопрос. Сколько у вас девопсов? Девопсы представляют шерит ресурс или по девопсу в каждой микрокоманде? Или какие-то другие варианты? Весьма интересный вопрос. Значит, тут можно немножечко сказать, смотрите, а у нас пока что три девопса. Вот, мы их, ну, пока мы, повторюсь, все рассматриваем, адаптируемся ко всем ситуациям. Это шерит ресурс, да, то есть человек подключается к команде, он шарина, то есть команда должна понимать, что человек там не на постоянно у них, то есть его время, цена, дорого, то есть это действительно так, потому что команд много, а инженеров-то мало, да, то есть инженер именно, это очень важный, очень редкий, очень ценный ресурс. То есть поэтому он шаренный, поэтому, то есть действительно, ну, есть какая-то конкретная борьба за него, то есть его нужно использовать с умом. То есть, ну, я бы не сказал, что это ресурс, да, даже, это человек, то есть ресурс – это знание, то есть это нужно вот тоже там учитывать, то есть не стоит обижать людей говорить, что они ресурсы. В нашем случае у нас пока по инженеру там на три-четыре команды, а сейчас мы рассматриваем, смотрим к тому, чтобы, возможно, было два инженера, но это вопрос такой достаточно серьезный, пока мы очень права, там вопрос, как инженеры будут синхронизировать между собой команды, да, то есть потому что, ну, один человек может идти в отпуск, а как быть второму, то есть это съемки какие-то, или это там еженедельные передачи делали, еще что-то, то есть пока мы рассматриваем. Ну, чувствуется вопрос интересный, и вам предстоит его решать. Да, то есть не все легко, не все так сразу, то есть, повторюсь, нельзя просто щелкнуть пальцами и сказать, что оно все отлично, нет, то есть еще повторюсь момент, да, то есть самый такой болезненный для нас, некоторые команды воспринимают инженеров как ресурс, и людей это обижает, демотивирует, то есть тут действительно мы объясняем, что ребята – это человек, да, то есть как бы что это, ну, нужно относиться по-людски, то есть вот такие социальные вопросы. Понятно. Следующий вопрос. Относитесь ли вы к своей VCS, тестинг, CICD, продакшн инфраструктуре как к продукту? Если да, то какой жизненный цикл у этого продукта, какие роли вы выделяете в своей команде для управления этим жизненным циклом? Слушайте, хороший вопрос, но я бы сказал, что, наверное, не относимся у нас и BAMP, и GitLab, они в другой даже, ну, гепартамент, наверное, да, команде, то есть мы больше как пользователи, то есть нам дают какие-то там доступы, да, то есть мы там совместно обсуждаем, но не более того. То есть для нас это вопрос, наверное, достаточно большой, возникает много, скажем так, интересных подводных камней, то есть я бы сказал, что мы прорабатываем, и, наверное, нам еще проработать прилично. Спасибо. Спасибо. Спасибо.